Итак, у нас сегодня обновленная Skoda Superb и внешне она мало чем отличается от предыдущей машины, при этом стала дороже практически всех конкурентов, но тем не менее мы все равно просили о ней рассказать. Я не знаю, может быть там что-то особенное внутри, но в любом случае сейчас со всем разберемся. Вы смотрите, что почем. Подхват бомба, но вот чтобы его заставить ехать, надо чуть-чуть продавить и подождать. То есть вы ЛТП в действии, никуда не денешься. То есть сегодня мы еще поговорим об акционных предыдущих. Кристаллайтинг. Такое, короче, сложное название выдумываем, что даже Серега его не запомнил. Так, чтобы понимать. Такие, знаешь, эти гирлянды, тык-тык по одной загорается. Раз, два, три. Секунда. Ну, быстрее, чем новый Туарег, конечно, реагирует. Напомню, что вы смотрите уже 10-й юбилейный сезон, в который мы добавили много новых интересных рубрик. И да, видео не станет короче, но я очень надеюсь, что оно станет интереснее. В любом случае, в описании к этому ролику вы найдете ссылочки на подразделы видео, чтобы сэкономить время, если у вас его немного. Итак, мы традиционно для Шкоды на окружной официальный дилер Прага Авто. Серега, рад видеть. Взаимно. Если вы интересуетесь брендом Шкода, то я уверен, вы уже знакомы с Серегой. Серега чуть не стал лучшим менеджером какого-то, наверное, даже первого сезона. А его спортивные штаны стали символом Праги Авто. Правда? Да. Стебут? Стебут, вспоминаю. Итак, Серега, первый вопрос. Ты все еще ездишь на Шкоде с логотипом Ауди? Да. И как там она себя чувствует? Сколько пробег? Отлично, 137. И что уже поменял, кроме логотипа? Да ничего, в принципе. Все нормально? Все нормально, да. Итак, у нас обновленный суперп или новый. Как говорит брендбук? Говорит новый или говорит обновленный? Обновленный. Это фейслифтинг, поэтому машина построена на той же базе. Изменения передней части, задней части, некоторые опции по комплектации. Она у нас уже продается, правильно? Да. Старых уже нету? Да. Немного еще остались они по акционной стоимости. Там скидка порядка 2000 долларов на них. Сколько? 2000. О, то есть сегодня мы еще поговорим об акционных предыдущих. Но для начала давай выясним, новая она реально сильно новая или чуть-чуть новая? Немного новая. У нее изменился передний бампер, фары, противотуманные фары и задняя часть еще изменилась, задние стоп-сигналы. То есть снаружи такой классический рестайлинг? Да. Цена? Стали дороже, но стали дороже за счет того, что убрали базовую комплектацию Актив и теперь у нас нет мотора 1.8, который был дешевле, чем двухлитровый. Но если говорить о тех двигателях, которые у нас есть в комплектациях, они тоже подорожали? Которые остались в наличии в старом кузове? Нет, я имею в виду, то есть эта пришла с моторами уже выше категории, и если сравнивать с этими же моторами, цена поменялась? Примерно такая же осталась, если не учитывать, что на те акционные прайсы. Понятно. Короче, про акционные тоже поговорим. Эта машина в какой комплектации? Это стайл с дополнительным пакетом. У нас сейчас есть пакеты на автомобиле. Раньше не было? В последний год были, но тут новый пакет. Если говорить за стайл, это у нас LED оптика передняя, кожа алькантара, навигация, электрокрышка багажника, задний подогрев сидений и лобовое с подогревом. И сколько денег? 2600. А машина? Это весь пакет, а вот именно эта машина 38800. Это двухлитровый дизель. Дорогий, да? Ну, здесь хороший набор опций. Ну, сравнивая с предыдущей ценой, да. Или ты нас сейчас удивишь чем-то внутри интересным? Ну, машина интереснее стала на самом деле, особенно с этим пакетом. Если в прошлой версии мы бы набирали все эти опции, она бы была дороже. Сегодня будем сравнивать с Toyota и Camry обязательно, потому что Camry дешевле за счет того, что у них есть база-база, да, сейчас? А у Superbo ее больше нет. Хотите базу-базу, покупайте старый акционный. Сколько он сейчас стоит? Ну, 700-800 тысяч в этой цене можно взять. А старт сколько? 30... 30. И эта комплектация какая? Это Ambition и есть Style некоторые с пакетами. Ну, тоже не так уж идешь. Ну, 30-34 вот в этих пределах они ставят. Но берут же. Берут. Итак, традиционно, вернее не традиционно, а по новой традиции, мелодию, под которую мы начнем рассматривать обновленный Superbo, у нас выбирает кто? Серега. В кепке Continental. Это будет хип-хоп продюсер Dama Beats. Трек Сейза. А почему ты все равно на Ярика смотришь? Не знаю, он просто большой и там пушок трясется. Хип-хип-хип. И давайте в двух словах разберемся, с чем мы сейчас имеем дело. Итак, это первый рестайлинг третьего поколения Superbo. Само поколение было представлено в 2015 году. И вот в 2019-м чехи сделали рестайлинг. Хотя чехи или немцы вопрос остается открытым. Но вы правы, внешне автомобиль мало отличается. Хотя внутри изменений много интересных, стратегических и очень важных. Эта версия фактически представляет собой переход модели на новую линейку двигателей. То есть в нем есть и старые моторы, в нем появятся совсем новые и впервые Superb станет гибридным. Автомобиль построен на общей платформе, как всегда с Passat, ну и не только с Passat, но, как всегда, Superb немножечко длиннее. А может быть и множечко. Серега, на сколько? Разница с Passat? Длиннее, да. Ну, там большая часть по базе разница. Ну, до 20 сантиметров. 20 сантиметров. И это все попадает в ноги или где-то распределено? Распределено по салону и впереди немного больше расстояния, ну и в большей степени сзади. Плюс багажник. Нам вот сказал Женя, что это машина, которую в Европе берут в корпоративные парки, а себе берут Passat. Возможно. Или нет? У нас так же? У нас корпоративный парк берет эти автомобили, ну и физлица приобретает машины. В основном она интересна за счет полного привода и мощных моторов. Ну, у Passat даже они тоже бывают? В Украину они не поставляются. Ну, ты знаешь, мы когда-то снимали Arteon, да, Эрик, было? И на трещине нас каким-то странным образом разорвало в хлам Superb, которая была тоже с полным приводом, с таким же 280-сильным мотором, с такой же коробкой, но разорвало нас, ну так, реально, очень в хлам. И тогда мы не могли понять, почему, может быть, разница была в весе и комплектации. Вес, колеса на Arteon больше. Мой трофейный маркер от Multivan, вы уже знаете. Какая цена машины? 38,860. 38. 860. И обратите внимание, Серега не знает, что этот маркер стирается легко. Да? А вы-то уже знаете, вы же уже смотрели Multivan. 38,860. Так, хорошо, поехали. В чем у нас разница оптики, кроме визуальных линий? Ранее у нас был Xenon адаптивный. Здесь у нас впервые представлена вообще на Шкоде матричная оптика. Это... Как это впервые? А, Full LED уже был у Шкоды? Full LED был, но это была не матричная оптика. В чем отличие матричной оптики? В том, что она может вырезать сегменты, попутные транспортные... Там и знаю. Попутные транспортные средства, ну и то, что идет навстречу. Да, причем делает это компания Continental, наверное, да? Точно не скажу. Матрицы с островом вместе. Возможно. В общем, как это обычно бывает, берем стандартную матрицу, которую используют и Mercedes, и BMW, и Audi, и все. Называем ее по-своему как? Матричная оптика. Нет, не, Skoda Lighting, там что-то я читал. Crystal Lighting. Такое, короче, сложное название выдумываем, что даже Серега его не запомнил. Вот. И типа на это должны вестись клиенты. Но на самом деле важно другое. Сколько здесь сегментов диодов? Ну, то, что использует сегментацию, ну, обвода, 14 диодов. 14 диодов. Те, которые могут там по очереди зажигаться, да? Да, которые стоят именно вот в этой линзе. То есть, получается, у Superbo раньше вообще Full LED не было? Или был Full LED? Не было вообще. До этого был Xenon. Здесь вообще лампочек или чай нет? Вообще нет. Вот даже здесь? Там все LED. И внизу уже противотуманная фара LED, там 4 диода стоит. Все, все, все только LED. То есть, не LED мы будем искать где-то внутри, желтенькие, да, подсветные? Внутри только в комплектации Ambition может быть лампочка. Но к нам она не завозится. Заходит. Это вот первая комплектация, которая сейчас будет базовая считаться. Ага, до этого какая была? Актив. Понятно, актив, точно. Я актив и Ambition все время путаю. Так, хорошо. Ну, то, что там какие-то черточки на бампере поменялись, это неважно, да? Ну, немного сделали агрессивнее. Здесь у нас что-то прячется? Радар, да. И он есть? На адаптивный круиз или на фронт-ассист именно в этой комплектации его нет. Может не быть. Да, может не быть. Так, это хорошо или плохо для нашего рынка? Просто на некоторые модели они уже по умолчанию идут, это удорожает сильно. Ну, как я считаю, это безопасность, она должна быть в базе. Ну, так, еще раз, это у нас какая комплектация? Style. Style. Style с пакетом. Хорошо, значит, у нас получается по комплектациям сейчас разберемся. Актив не завозится, но существует. Да. Ambition завозится, и как бы новая база фактически. Да. Потом Style. Style с пакетом существует. И Lauren & Clement это топовая наша комплектация. Доступна для заказа? Да. Так, есть. Никаких изменений по габаритам, соответственно. Колесная база сколько? 2,840. Ну, то есть это в классе чуть ли не самая большая? Практически самая большая, да. Так точно? Ты уверен? У Opel Insignia, по-моему, больше базы. Да. Но Opel Insignia, кстати, это новый интересный конкурент. Почему новый? Потому что он то был, потом его не было. Сейчас он опять начинает официально продаваться. Правда, по цене он может, конечно, еще дать фору даже. Да. Супербу сейчас. Диски в комплектации вот эти вот, да? 17-е, да. То есть они будут и в Ambition? В Ambition не будут 16-е, но если берем полноприводный мотор 280-сильный, там в базе 17-е идут. Друзья, обычно мы говорим о том, что в начале видео постим в Instagram фотографию с автомобилем и приглашаем вас задавать вопросы, но сейчас мы решили кое-что поменять. Мы делаем это за несколько дней и с удовольствием приглашаем вас прийти в салон, где будут идти съемки и поучаствовать как минимум своим присутствием, а как максимум, задавая вопросы прямо здесь в видео. И вот сегодня у нас как раз несколько человек есть, люди по чуть-чуть должны еще подтягиваться. Я думаю, что это должна стать хорошая традиция. По крайней мере, мы не против, мы рады, нам очень приятно, когда вы уделяете нам больше времени. Итак, Серега, сколько у нас старт цены вообще в Украине? 32-200. Это за двухлитровый бензиновый мотор. То есть мы ставим от 32-200. Мотором сколько сейчас всего? Сейчас до конца года у нас доступен только дизельный мотор. Передний привод или полный привод? Но так как уже ближе мы к концу года, приближаемся, при заказе вы можете получить еще бензиновый мотор. Их будет три версии. Будет 2 литра бензин 190 лошадей, 2 литра бензин 220 лошадей, 2 литра 280 на полном приводе. Ого! А дизель только один? Дизель 1 у 190 лошадей, да? В принципе, давай даже пойдем пока что по возможным моторам. Вообще есть, я смотрел, в Европе даже 1,6 дизельный на 110 сил. Да, бензиновый полтора литровый. Причем есть все еще и предыдущий 1,4 и новый 1,5 уже есть бензин. К нам не будет заезжать? Не будет. Это те моторы, которые у нас будут. Ну, которые мы обсудили. 2 литра бензин, 2 литра дизель. 2 литра бензин уже сейчас можно заказывать, да? Это T-FSI? Есть T-FSI, есть T-SI. Смотря какая версия. Вот, как Audi любит, смотри. Все, теперь в Porsche Украина все в восторге. Мотор-то тот же? Да. Или есть там там буква F волшебная? Ну, ты скажи, как владелец Audi. На 2-литровом моторе 190 силеном есть буква F. Ну, в смысле, она только в названии есть или где-то под капотом там тоже? Ну, я имею в виду, что-то там отличается? Ну, если мы говорим, допустим, за мотор 1,4, который мне хорошо известен, то они абсолютно одинаковые. Ну, он тоже, там и T-FSI, а тут T-SI. Короче, все просто. Все логично. Итак, 2.0, T-FSI, базовая форсировка. 190. Так. Потом 220. Потом 220. И третий? 280. Все три приедут к нам? Да. А скажи, тут турбины не добавляются? Нет, на всех моторах одна турбина. Подожди, ты хочешь сказать, что это навесное оборудование 190-280 одинаковое? Разное. Ну, турбина, она одна, их количество не меняется, но сам мотор немного конструктивно переработан и, допустим, в 280-сильном стоит два интеркулера по бокам, как в версиях, там, на мощных автомобилях. То есть охлаждаются вкусом? Да, больше охлаждения, а на 190-220-сильном, там, стандартный интеркулер за радиотор. То есть вот это чистая чиповка? Или тоже отличается? Это переработанный новый мотор, он с б-циклом. Это впервые мотор, который пошел у нас на Кодяки, но он с мощностью 180 лошадей. А это мотор более старый. А б-цикл это что такое? Это виртуальное изменение его объема для того, чтобы экономить топливо. Виртуальное? Да. Взрываешь мозги на... Да, они перекрывают клапана в режиме работы и делают уменьшение объема, когда это необходимо. Ну, не отключают цилиндры, да, а меньше вдувают. Да. Так же? Да. И самое интересное, по поводу коробок передач. Впервые в Superb'е сколько коробок? Четыре автоматических разных, может быть. Четыре варианта, да. То есть, может быть, DQ-200, не переведи, господи, в Superb'е. Да, 250, 381. И DQ-500 еще все еще есть? Ну, 500 у нас точно не будет. И, ну, тоже можно обратить внимание на то, что из-за того, что мы перешли только на моторы 2 литра, теперь у нас DQ-200 не будет. Ну, DQ-200 у них только с 1,5, 1,4. 1,5, 1,4, да. То есть, получается, что 1,4 для каких-то стран оставили? Европа. А 1,5? Ну, так же Европа. Тоже в Европе? Как они там вообще делятся? Там они, я так понимаю, что в зависимости от рынка, по выбросам, по экологии. В общем, ну, к нам это точно вообще не будет заходить или пока не будет? Ну, ближайшие полгода мы не планируем. Ну, просто 1,5 в принципе, ну, может тянуть, да? Может. Да, у него порядка 10 секунд динамика, поэтому это, в принципе, с конкурентами большими, там, с 2-х литровым 2,5 мотором можно конкурировать вполне. Мощнее есть дизель 240, я его здесь не пишу, для нас его сейчас нет. Не поставляется. И не будет. Не будет. Или может быть будет? Я думаю, не будет. Этот Евро-6? Да. Так, ну, эти понятно. И больше 280 не может быть? Не может быть. Ну, то есть, в общем-то, у нас получается такая уже премиальная линейка моторов. Взяли почти самый толп. Ну, кроме 240-го дизеля. Самый толп и самые основные ходовые моторы, в принципе. Здесь какая коробка будет? 381-я. Да, я думаю, что подписчики инфокара знают, что такое DQ381. Да? Кто не знает? Как, а скольки? И не ступень, что я могу. Да, но самое главное, что это упрощенная версия DQ500, которая делалась для мультиванов, и которая считается самым выносливым DSG, самым выносливым из невыносливых DSG, так? Ну, наверное. Так, дальше. А здесь 190 сильным? На 190 сильном также будет DQ381. О, это круто. А 220 и 280 сильные, они более старые моторы, и на них будет стоять 250-я коробка, которая давно ставится. Это 6 ступеней, сухое, мокрое сцепление. И, в принципе, это звучит странно, потому что индекс 250 должен означать то, что максимальный крутящий момент перевариваемый 250, но от этого уже ушли. Да. То есть там уже сколько моментов? 350. 350? 250, 350, да. Так. Это при том, что... А, ну дизель нас не интересует. В общем, все влазят в свои ограничения по моменту. А скажи, почему вообще получилось, что здесь 6-ступенчатая коробка в менее мощном, более выносливая 7-ступенчатой? Этот мотор, он построен на новом бэцикле, это из новых моторов, плюс он был уже разработан под новый стандарт экологии в LTP. А с этим стандартом система старт-стоп по-другому настроена, плюс система старт-стоп за собой требует изменения в коробке некоторое, и поэтому именно стоит 381-я, для того, чтобы вывести на минимальное выбросо. Вы видите, есть человек, который все знает. Тебя не зовут там в Audi? Ну, а в Audi продавцы не нужны, да, мы знаем. Так, окей, и теперь нам надо еще динамику узнать, особенно после того, как ты сказал, в LTP мы уже представили все эти моторы, которые никуда не едут. Здесь сколько? У дизеля, если мы говорим за передний привод, это 7,9, ну 8 секунд пусть будет. Смотри, как уверенно. Кстати, прикинь, если маркер не стирать. Сколько стоит заднее стекло? Я думаю, порядка 5 тысяч. Ты запчасти тоже продаешь? Нет. Так, а здесь сколько? На 190? На 190 сильном у нас 7,7. Так, здесь 7 и 0, да? А здесь? Ранее было 5,8, но сейчас почему-то указано 6 секунд. Ну, хотя по всем цифрам и тестам люди пишут, что 5,8 она выезжает. Ну, та, которая драла нас когда-то на Arteon, как раз, по-моему, 5,7 туда ехала. А Arteon у нас проехал 5,9, кажется, в тесте. Так, с коробками, моторами разобрались. Полный привод всем доступен? Да. Для дизеля и для бензина. Сколько стоит полный привод? Вот 37, причем, что за дизель, что за бензин, почти цена одинаковая. Там разница в 500 долларов всего. Ну, а доплата только за полный привод? 4 тысячи долларов. Ого, и берут? Да. Ну, эта машина хорошо на полном приводе продается. Ну, опять же, Haldex 5? Да. Так, и за 32, 200, это базовая цена, мы получаем что? Ambition. Ambition 190 лошадей бензин, который мы обсуждали. Вот этот нового образца с новой коробкой. А, так мы даже не дизель получаем? Нет. А дизель сколько минимальный стоит? 34 почти тысячи. То есть дизель дороже на 1800, да? Ну, полторы, там, 1600 где-то в этих пределах. А какой, ты думаешь, самый будет популярный двигатель? Ну, я думаю, будет хорошо дизеля продаваться, потому что там и экономия, и динамика хорошая. Ну, и полный привод у нас всегда продавался на двухлитровом, он в 280-сильном, потому что она хорошо едет и выбирает именно из-за этого. Толтопчик, который, да? В черном цвете, затонированный. Да. Ну, или бордовую. Так, где производится? То есть два, наверное, ходовых будет мотора, это дизель и полный привод 280. Производится машина в Чехии, полностью она там красится, собираются салоны, готовятся моторы, коробки, приходят к нами машинокомплектом крупным и собираются в Украине. То есть доклеивается логотип и вставляются колпачки в колеса? Да. Приблизительно так? Да, ну, по сборке вопросов нет, она достаточно давно у нас налажена, этот цикл производства, поэтому... Оцинкована? Да, цельно оцинкована. Сколько раз? Двухсторонняя, 12 лет гарантии на кузов, один раз оцинкована, но полный кузов. Нам просто недавно рассказали, что, да, ребята, может, можно, оказывается, три раза цинковать машину по кругу. Кстати, друзья, вы уже были в Стамбуле? И к чему это я? Если помните, совсем недавно мы там снимали бэкстейдж по дороге в Штаты и советовали вам обязательно посетить этот город. Так вот, есть суперповод. Наш партнер Turkish Airlines запускает что-то типа промо-акции. И до 14 октября можно купить билеты из Украины в Стамбул вдвое дешевле, почти вдвое дешевле. То есть за 139 баксов слетать туда и обратно. При этом купить билеты нужно до 14 октября, а летать можно аж до марта. И если вы все-таки решитесь лететь через Стамбул куда-то дальше, то советую вам заложить часов 5-6 между рейсами, чтобы успеть съездить в город на экскурсию, как мы тогда, ну или как минимум посмотреть самый большой в мире аэропорт. Ссылка на подробности об этой акции в описании к видео. Серега, фонари поменялись? Да. Это впервые фонари на Шкоде, которые используют динамические поворотники в стиле Ауди. Как у тебя в Ауди? Или у тебя не динамические? У меня не динамические. Слушай, а ты что, не можешь китайские себе вставить динамические? Ну, я за оригинал. Как у Lexus RX? Нет, я за оригинал. Такие, знаешь, у тебя гирлянды, так по одной загораются. Ну и полностью конструкция немного переделана. Они сейчас растянуты, полоска дневного ходового или габарита она больше стала. И, ну, здесь полностью все LED. Скажи мне, а динамические огни, они в какой-то особой комплектации или прям со старта? Style и Lauren & Clement, это вторая, третья комплектация, они идут в базе, ну и в Ambition можно дозаказать как опция. Ага, то есть еще может и не быть за 32, правильно? Они все равно будут LED даже в Ambition, просто без динамических поворотников. То же самое, только полоска мигать будет? Просто, там просто будет моргать и все. Так, максимальный диаметр дисков, я что-то слышал, 19-й. 19-й, да. В Украине будет 18-й максимально поставляться. И он уже будет в базе для Lauren & Clement или для Style можно заказать как опцию порядка 500 долларов. Еще раз уточню, дизель, который 190, это старый мотор или новый? Старый, он с 15-го года пошел и он дальше производится. То есть здесь он не должен отличаться по расходу? По сравнению с предыдущими машинами? Да. С дорестайлом? Да. То есть там тоже 381-я коробка стоит? Нет, там ранее была другая коробка немного, мы ее получали на 250-й шестиступенчатой. И что должно поменяться теоретически? Я думаю, на трассе расход меньше должен стать, потому что 7 ступеней, да. Так а там 7-я выше или они все короче? Немного каждый ряд изменился. Но в итоге 7-я выше, чем 6-я, правильно? И в этот дизель, мочевину нужно будет капать? Да. То есть все уже евро 6, точка 2 или просто 6? Евро 6. Соответственно вопрос, что у нас сейчас произошло с клиренсом и появились ли у нас там какие-то еще аэродинамические панели, которые позволили невероятным образом сократить расход на 0,0001 литр? Ну, насчет аэродинамики они действительно проработали, они изменили некоторые диски, форму их. Сами колесные диски? Да, да. И там есть информация о снижении расходов. Плюс в бампере здесь появилась новая такая щель для обдува. Она выходит сюда, да? То, что ранее не было, да. Есть, да, видно? По клиренсу не было информации, что он меняется. Он был заявленный у нас в Украине 164 миллиметра. Ну, там честных 15 сантиметров есть. Ну, и чем она черкает последнюю табличку, мы сейчас увидим, подняв тачку на подъемник. Серега, такая же комплектация? Такую, как мы только что обсуждали, стайл с пакетом. Но как-то выглядит чуть-чуть наряднее в этом цвете. Хром там тоже такой был? Да, да, одинаковый хром все. Просто он здесь как будто бы в глаза больше бросается. Или он здесь натерт? Или это машина плыльная, хром натерт? Я думаю, здесь за счет того, что темные стоп-сигналы, машина светлая, хром этот подчеркивается. Сигнал такой же, как нам, или здесь притемненный? Точно такой. То же самое, да? Слушай, Kilos, это пакет? Начиная с комплектации стайла, это уже идет в базе. И что новое, у нас сейчас появились датчики на задних дверях. Слушай, давай еще раз, датчики чего? На задних дверях. Ранее были только на передних, теперь и на задних. А, датчики, в смысле, да? Правильно, датчики. Датчики прикосновения, да? Да. Давай еще раз уточним, пакет, который к стайлу добавляется, что туда включается и сколько он стоит? 2400 он стоит. Добавляется подогрев переднего лобового стекла, подогрев задних сидений. А заднее лобовое не подогревается? Заднее не лобовое, а обычное стекло, оно греется всегда. Так. Подогрев задних сидений, кожа алькантара, навигация, матричные передние фары и электрокрышка багажника. Навигация, матричные фары. Ну, вроде интересно, да? Да. Там очень такие хорошие опции. И, ну, в принципе, то, что и брали. Ну, по крайней мере, не знаю, наверное, кожу алькантара, может, и не брали? Как опцию отдельно? Отдельно не брали, да. А здесь, то есть... Пары всегда спрашивали подогревы сидений, всегда спрашивали обогрев лобового. Многим интересно. Я просто всегда, когда слышу пакет, я ищу, что там нам хотят впарить в этом пакете. Не, на самом деле, там очень хороший набор опций. То есть лишнее, только кожа алькантара? Ну, формат. Могим нравится вот этот формат. Не кожа, а именно комбинированная кожа алькантара. И тоже 17-е диски, то же самое. Это хром-пакет, или он всегда есть? Он всегда есть. Даже в Ambition. А что здесь снаружи есть, того, чего не будет в машине за 32 800? Ну, чтобы сигналы, они немного по затемнению другие. Передняя оптика будет другая и диски меньше. И, в принципе, визуально все. А передняя оптика будет не LED, соответственно? Она будет не матричная, но теперь у нас нет галкеновых фар. То есть у нас есть LED обычный, базовый, и есть LED матричный. Черная антенна – это пакет Монте-Карло уже, что ли? Нет, это навигация, но ее не стали красить. В смысле? Ну, навигационная антенна – это их не красят, они черные гляньте всегда идут. Не, ну, в смысле, они все равно покрашены, правильно? Это пластик полированный. То есть они на всех машинах всегда черные? Да. Слушай, а рейлинги вообще не бывают, да, у Супера? На универсалах. Универсалы к нам будут заводить? Будут. Ну, уже, кстати, а рестайлинг вы показывали универсалы? Да. Сзади сильно поменялся? Также изменилась вот эта полоса, задняя стоп-синга, и все. Так. Слушай, ну и опять же, сейчас мы постепенно больше и больше узнаем про Суперб, и к концу выпуска уже сможем объективно сравнивать с конкурентами, и тогда уже поймем, дорого это или недорого. Ну, чтобы уже совсем подчеркнуть, что это Шкода, вот вам. Из конкурентов лифтбэки у нас кто еще? Инсигния. Инсигния. Да и все, наверное. Мазда шестерка уже не лифтбэк. Не знаю, Форд раньше когда-то был лифтбэком. По-моему, уже седан стал. Это Ярик должен стать. У нас продавался хэтч седан. А сейчас, наверное, лифтбэка уже нет? Просто мы не продавались седан. Мы что-то мало знаем про Мондео. Ну, короче говоря, вот этот вот огромный багажник. Теперь с закрыванием. Закрывание это в пакете или... Пакете. Вот в том, о котором мы говорили, да? Значит, здесь все отбито. Отбито, оббито. Коврики в комплектации? Фальшпол. Характерный для Шкоды такой тонкий. В общем, он не отличается здесь ни от коробка, ни от Кодиака, да? Нет, в Кодиаке. Он отличается тем, что у нее есть дополнительная шумоизоляция, вот эта черная. Это нет ни в одной из моделей, да? И если посмотрите, она мягкая, то есть должна как бы прижать, ну, как сказать, не дать торбанить шторки по докатке. И это у нас все-таки докатка, да? Докатка, потому что она 16-ая. Ну, для Ambition это будет полноценное колесо, для Style и Laurena это будет... Ширина такая же? Уже. Чуть уже? Уже, чем на этой машине. Если Ambition полностью один в один, да? Так. Что тут? Ну, все остальное то же самое. Крючки были. Ого, вот это я что-то даже не помню. Глянь. Заглушки на колпачки. Зонтик? Зонтик. Как в Rolls-Royce? Да. Или в Rolls-Royce, как в Skoda? И смотри, еще от стеклоподъемника кнопку сделали. Оп. Его надо раскрыть. Да, я понимаю. Ну, в дверь его можно засунуть? Да, да, там есть специальная ниша для слива ВД. Тут, короче, весь Simply Clever набор. Кстати, уже на Алиэкспрессе продаются такие штуки? Не знаю, не видел. Подобные есть, но Skoda в Skynie. Ну, так, чтобы совсем вот палево было под Skoda. Все, тут больше ничего нету. И с этой стороны то же самое, такая же ниша. Да, так же. Только там есть крепление для аптечки. Ну, место чуть-чуть меньше. Там что-то еще лежит. И, соответственно, еще можно сложить спинки прямо отсюда, да? Ну, если у тебя длинные руки, то вот так. Опа. Ровный пол не получается. Да, будет небольшая ступенька, но если заказать универсал с двойным фальшполом, тогда будет ровный. Только универсал? Да. И фальшпол будет, соответственно, такой уже толстый, как типа в Golf'а? Да, да, да. Ага, уже на который можно что-то поставить потяжелее сверху. Ну, вот. Но, опять же, ну, а мы здесь ничего не узнали. Мы еще раз подчеркиваем, что у Superbo есть такое большое преимущество, как багажник, который выгодно отличает эту модель от большинства конкурентов. То есть ни в Camry, ни в Mondeo сейчас, ни в Mazda 6, ничего вы вот таким вот образом огромное никогда не положите. И, конечно, когда я говорю что-то, я говорю о пяти мешках картошки. Или пять много будет. Нет, зайдут без проблем. А может больше? Может даже больше. Если сиденья сложить. Нету такой четкой статистики, сколько мешков картошки? Нет. Мечами мерили объем багажника на Kodiaq, а вот на Superbo не мерили ничем. Только мечи и возят. Так, ну, хорошо. Что у нас тут нового, Сережа? Чем мы цеплялись? Давай так. Мы там посмотрели, было 15 сантиметров. Вот на столичке отчеркнуло последнюю табличку. То есть, ну, почти, почти 15. Кстати, защита толстенная. И вот здесь, Эрик, покажи. Это углепластик с волокном. Углепластик, почти карбон. Ну, почти, да. Он очень жесткий, его нет смысла менять. Так, чтобы поднимать. То есть, этой защитой можно как минимум на сугробы заскакивать, а как максимум на бровку. Вот только получается такой уже потоньше здесь пластик будет. И вот эти штуки можно будет тоже немножко посрывать. Плюс вот здесь черпнуть чуть-чуть снежка. Да. Это вентиляция для коробки. Ну, вот она и перекроется снежком. Ну, и он должен, по идее, потом вытечет сразу же. Ну, по идее, да, это же снег. А может быть. Ну, вообще, сюда ставить защиту металла уже вообще нет смысла. Да, на эти моторы, ну, вернее, на эти первые уже хорошая защита стоит. И она на всех моторах, во всех комплектациях. На предыдущих тоже такая была? Да, да. Это в базе у нас. С пакетом «Плохая дорога» идет такая защита. Так, что тут интересного? Что-то поменялось по подвеске? Подвеска такая же, Макфорст, с одним рычагом. А ребята там еще не разбирали? Там втулки, может, какие-нибудь другие стоят? Пока еще ничего не делали, только машины пришли. А на обучение уже были? На обучение были, но техническую часть не говорили, что были изменения. То есть, ну, в общем, не касались потовой. Пластик, причем прикрыто, интересно. Ну, это достаточно большая плоскость перекрыта пластиком. Площадь, я хотел сказать. Слушай, а где же здесь место для кардана, да, если он есть, если он будет? Пластиковая защита, причем здесь термозащита, пластиковая, а вот антикоррозит. Слушай, а по антикоррозийке наши машины отличаются от европейских? Нет, обработка одинаковая, потому что они проходят эту обработку в Чехии. На том же заводе. Прям такая толстая-толстая. Ну, ваг есть ваг. А чем отличается вот так снизу наша машина от европейской? Тут есть пакет Украина. Да, пакет Плохая дорога есть, то есть пружины с амортизаторами здесь большего клиренса. Ну, и вот то, что закрыта у нас защита. Пластик вот этот дополнительный, это все идет дополнительно для Украины. То есть в Европе, соответственно, этого не будет? Но это же страдает аэродинамика? Нет, вот этот пластик есть всегда. Защита передняя и защиты вот эти вот мелкие. Серьезно, я так понимаю, что супербы в кредит нормально расходятся, да? Да, сейчас можно оформить в кредит. Есть акционные условия, специальные расстрочки. Поэтому... А сколько машин в кредит продается? Ну, в процентном соотношении, наверное, 20-30% от всего. Это чья программа? Кто у вас самый продающий банк? Это вообще Ощад. Сейчас, на данный момент, Ощад один из самых интересных банков. У него при первом вносе 30% и выше, на год можно взять расстрочку. При 50% на 2. Ну, Ощад сейчас заявляет, типа, что у них лучшие ставки. Это заметно? Да, да. Есть еще Укргаз. Укргаз, OTP банк, кредит агриколик. Ну, просто сейчас, если почитать, везде пишут, что Ощад и Укргаз топовые ставки. Да. Вот, ну, вроде как, если там их сравнить по таблице, у Ощада... Ну, я имею в виду, что если у вас менеджеры считают Ощад, то, видимо... Ощад считаем в основном. Хорошо, давай тогда посчитаем два варианта кредита. То есть, во-первых, что мы берем? Я так уже приблизительно понял, какую бы машину считал бы оптимальной. Все-таки давай стартанем с бензина, в стайле, с пакетом. То есть, это 36 с копейками, так? И плюс пакет 2 400, да? Да. Ну, то есть 38 500. Да. И, похоже, условия Ощадбанка по Шкоде сегодня действительно лучшие. Имея на руках 60% от стоимости Суперба, вы можете оформить рассрочку на 2 года реально без процентов и без разовых комиссий. Из дополнительных затрат только КАСКО со ставкой 6,99%, 850 гривен за перевод денег и услуги нотариуса, около 2,5 тысяч. И все. То есть, порядка 26 тысяч долларов нужно отдать сразу, и потом еще 2 года платим по 15 500 гривен в месяц. Второй вариант. Кредит на 7 лет с минимальным взносом 10% и годовой процентной ставкой 12,5. Из дополнительных затрат здесь тоже только КАСКО, кассовое обслуживание и нотариус. Никаких разовых комиссий или скрытых платежей. И, конечно же, есть возможность досрочного погашения. То есть, чтобы стать владельцем хорошо укомплектованного Суперба, нужно иметь на руках 6 700 долларов и 7 лет выплачивать по 15 тысяч гривен в месяц. Ну и ежегодно продлевать страховку, которую при желании также можно взять в кредит. Тогда еще около 6,5 тысяч в месяц, начиная со второго года. Правда, не стоит забывать о расходах на регистрацию авто. Ведь в любом случае, как и при покупке за нал, в пенсионный фонд нужно заплатить еще 5% или же 46 тысяч гривен. Что важно и полезно, все процентные ставки фиксированы, как и валюта кредитования – гривна. То есть, ухудшение экономики может сыграть вам только на руку. А рассрочка в некоторых случаях может быть даже выгодней, чем покупка за наличку. Вроде все. Ну а за подробной информацией обращайтесь уже к консультантам банка. Для удобства ссылка на форму связи в описании. Не благодарите. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот это наша кожа Алькантара. Да. Это кожа или все-таки нет? Вот то, что касается спины, ног, все это кожа. То есть, вот эта часть, эта часть, да, и нижняя часть. Все, что там подголовник, задняя часть, уже идет кожа там. Контрастная белая. Тебе нравится строчка белая? Нормально. А можно без белой? Если только в других комбинациях салона. А сейчас пошла вот светлая строчка. Ну то есть, если с Алькантара, то это только такой вариант. Полностью кожаный лаурин? Есть возможность, да. Ну он дороже, да? Ну, по-моему, он и не надо полностью кожаный. Я же говорю, если бы здесь была строчка черная, мне что-то, как-то белая, что-то не сильно нравится. Ну это такое уже, вкусовщина. Главное, что здесь есть кармашек. С двух сторон. Куда надо положить телефон и забыть его обязательно в машине. Так, ну, Алькантара, кстати, если вы не видите, такая темно-темно-темно-серая, немножечко с фиолетовым оттенком. Память сидений? Да. Это с чем? Начиная с тайла. Нет, даже уже в Ambition. То есть они реально уже косят типа под премиум сегмент? Ну да, учитывая ее размеры, все, они как бы двигаются в это направление. Поясничный упор. Причем три ячейки. Ну хотя, может, три водителя работают. На три пассажира. Что такое? Я тебя начал слышать сзади из колонок. Да ладно. Серега, что-то выключил, наверное, что? Ну да, здесь есть усилитель голоса. То есть вы можете говорить здесь тихо, а зад будет усиливать. Серьезно, вообще, странное ощущение. А может сюда подготовка уже есть под стекло, знаешь, чтобы отделить челюсть от хозяев? Ну вообще возможно с этой системой. То есть, подожди, а когда она сама работает или что-то надо включать? При настройке громкости вот вы увеличиваете усилитель этот. Ого, да ну давай. Я начинаю сзади слышать. А куда говорить? Микрофон стандартный, который используют. Ярик! Эй, ты меня слышишь? Да. Ну, кстати, эхо реально идет по машине. Ну, потому что усиление не максимально. Давай уберем, а то у нас микрофоны сойдут с ума. Ярик, короче, ты не сошел сюда. Все нормально. Это просто обновленный СПР. Раньше такого не было? Ну, начиная с этой мультимедиа, когда появилась 2.5 версии, я уже был. Так, ну я не буду уточнять, конечно же. Мягенько, мягенько. Даже тут мягенько. То, чего нету в гольфе, как бы. Вот здесь уже жестко, если что. Вот граница мягкости здесь пролегает. И вот в этом месте. По дверям у нас мягко, мягко, мягко. Ну, тут уже твердо, ну, как у Мерседеса. А в BMW здесь уже мягенько. Но зато внутри, смотри, все ковриком красивенько. Не будет ничего тарабанить. Ну, здесь единственное, знаешь, вот оставили прям старые-старые эти сниклоподъемнички. Да, они как были на школьнике. Уже могли бы чуть-чуть там хромчика накинуть. Они наоборот ушли от хрома. На предыдущих версиях был хром. А, да? Ну, просто я помню, у меня чуть ли не в полу такие же были. Ну, они по дизайну все равно отличаются. Да. Так. Там добавили подсветку в нише. Этого ранее нигде не было. Да, вот здесь. Вот она светит. Причем она разноцветная или? Нет, она только белая. То есть у нас здесь меняется цвет, а здесь белый. А цвета там, ну, в общем, мы же это у Шкоды видели. И в дорестайле. Красная. Так. Ну, слушай, красная мне все равно больше нравится. Что с безопасностью? Что добавилось? Что убралось? Сколько подушек? На всех машинах в базе 6 подушек. Начиная с Тайла 8. И 9 подушка в колене. Вы можете заказать любую из комплектаций дополнительно. А 8 это добавляется к 2? Задние и боковые. А, соответственно, в амбишене только все впереди. Впереди шторка полностью, которая перекрывает задние стекла. Диоды. Да. Я не знаю, может быть, они были уже, но я конспектирую. Мягенько тут, а тут не мягенько. Тут может тарахтеть чуть-чуть. И тут. Ну, в смысле очки. Если будут хватать там. Диоды, диоды. Есть тоже диоды. Ну, подсветка все. Черный потолок бывает? Да, бывает черный потолок для комплектации Лауреан и Клемент можно заказать. И новое, что пошло с рестайлинга, это Алькантара. Мы теперь можем заказать на потолок Алькантара. Да, и вместе с боковыми стойками и средний. Ярик, мне кажется, мой Мерседес упал в цвине на вторичке резко, без Алькантары. Так, тут что-то есть? Стандартный бардачок с охлаждением, ну и модуль для мультимедиа. Как это называется? Это у нас Амонсенс с навигацией. А свингер ставится? Уже нет, свингер не будет. Двухзонный климат? Двухзонный раздельный, левая и правая сторона. Это система, которая улавливает пыль и всякие микробы в салоне и очищает через фильтр. Карточку. Нужно ставить карточку. Так, CarPlay. Есть, в базе уже во всех версиях. Android Auto и CarPlay. Check Engine горит в новой машине. Это не Check Engine, это информация о том, что автомобили нужно для нормальной эксплуатации. Ну, закрыть дверь и заправить автомобиль. Для нормальной эксплуатации и заправить. Здесь подсвечивается топливный бак, да? Да. Расскажи, пожалуйста, про гибриды. Вообще, самое же интересное, чуть не забыли. Да, гибридная версия у нас будет называться iV. Вообще планируется... iV. Так. Со следующего года поставки вообще в Европе, но в Украину, пока мы не знаем, когда пойдет этот, ну, версия этого автомобиля. Они будут поставляться с мотором 115 сильным и электротяга 85 кВт. То есть, сколько там заявлено суммарно? 200... 210, по-моему. Да. Друзья, и не забывайте, что когда у нас есть два мотора или несколько вообще электрических моторов, их мощность не суммируется. То есть, суммарная мощность, это не приплюсовать все мощности. Это то, что мы получаем на колесах. То есть, эта мощность обычно ниже, чем та, которую мы получим с добавлением мощности всех моторов. Слушай, ну, конечно, не хватает здесь уже... Цифровая панель доступна для всех версий, за доплату 500 долларов. А, то есть, можно? Да. Будет полностью виртуальный кокпит, там 10,25 дюймов экран с возможностью вывода навигации, ну, и распределение полностью. То есть, уже как у людей, да? Ну, как в Volkswagen, как в Valded. То же самое. Ну, а здесь вот получается, даже уже в Ambition, я так понимаю, вот такой цветной будет? Нет, в Ambition черно-белой еще там. То есть, составила? Составилась с цветной. Понятно. Ну, слушай, с другой стороны, если вы берете машину, чтобы с водителем ездить, то зачем? Да, вообще все равно. А берут ее под водителями, да? Мы еще говорили, помнишь, с тобой? Берут, да, но это не сильно чистая машина. Все-таки не ездят с водителем. Так, а зачем тогда берут ее, а не Passat, к примеру? Ну, если по логике, да, концерна VAG. Типа, в Passat меньше места сзади двенок, соответственно, если ты ездишь сам за рулем, а там изредка возишь семью, то... Ну, здесь больше гамма по моторам. То есть, если вы берете дизель, он 190 лошадей, у Passat был 150, ну, до сих пор. Размер багажника. Ну, и в основном, все-таки, Skoda, она была дешевле. Ну, за счет того, что у нас были ниже комплектации, мотор 1,8. Сейчас мы еще сравним, дешевле ли, стала ли она дороже Passat сейчас. Ну, и, соответственно, это хочется сказать, что место для ног огромное, они получают бонусом. Да. Вот, просто можно тут обратить внимание. Серега, покажи, я, ребят, сзади. Просто сидит и не касается коленей. При том, что еще и Серега в развалочку. То есть, я бы назвал это место для ног сзади избыточным уже слегка. 20 сантиметров разница колесной базы, да, ты говорил? Размеры машины, да. Да, так, в подлокотничке у нас вода моя. Да, USB разъем, подсветка. Смотри, бутылка помещается легко. Вот так вот даже. Это подсветка, USB. А CarPlay отсюда работает? Зарядка, CarPlay отсюда. А здесь еще щель есть, секретная. Это вообще для планшета. Здесь как раз планшет 9 дюймовый, помещается, чтобы он стоял и не болтался. Это очень важно. Просто невероятно важно в машине. Просто это для 12-го айфона щель. Да, предусмотренная. Но он может скрыть по ширине. Будущие смотрели камеры застрянут. Вот здесь 6 камер, когда будут. Так, здесь у нас Simply Clever. Показываю. Наверное, бутылка не совсем подходит. Серега, кто заказывал бутылки в салон? Маша. Бутылки не адаптированы, не амалогированы, я бы сказал, под Simply Clever. И получится. Ну, короче, вы поняли. В общем, места есть для нормальных бутылок, да, она держит, можно открутить. Так, значит, тут ничего интересного. У нас единственное, что вот в новом рестайлинге мы ушли от глянцевого пластика. Теперь он у нас матовый и изменились все эти декоры. Поэтому он не так будет пачкаться. Но это пластик, да, не обольщайтесь, это пластик. Это тоже пластик. Лаурин, там можно какое-нибудь дерево закануть или нет? Там такой вариант может быть бежевый или черный глянец. Ну, то есть дерево нет. Дерево нет. Дерево у нас есть для комплектации. А вот это опция за деньги какая-то или вот это Style? Это базовая Style. А вообще выбирать что-то можно? Вот если я хочу Style, да? Сейчас все машины заказываются, нету склада, правильно? Ну, дизеля сейчас есть на складе. Вот ту машину, которую мы смотрим. Вот именно эти? А эти машины рассчитаны на флитов, на корпоративные парки или под клиентов? Ну, это вообще запустили первую партию машин, чтобы мы могли что-то показать и продать. Ну, если я заказываю, к примеру, Style, да? Вот я так сейчас посмотрел, но меньше Style я не вижу смысла брать. То есть уже машина дороже 30-ки, с большими моторами, так уже надо ее туда комплектовать как-то и внутри. Соответственно, что здесь можно будет выбирать? По цветам, по декору? Салон может быть черный-бежевый, декор два варианта. Черный-бежевый, это тканевой? Без разницы, кожа алькантара, кожа, ткань, все это может быть бежевым. А, алькантара тоже может быть светлой. И черный, это как-то черный цвет, да. То есть вот такой, и бежевый, и все, два варианта. Так, мультимедиа, ну, ниже нет смысла ее брать, она без навигации, ну, в принципе, функционал полностью такой же. А выше это будет Columbus, он будет 9,2 дюйма, без этих дополнительных кнопок, с возможностью воспроизведения видео. А надо ли она вообще? Ну, тут уже кому. Подожди, а что такое в видео, в общем? Ну, любой видеоформат, фильмы. Ну, у нас стоишь, да? Камера нету. Камера нету. Сколько стоит? 450 долларов. То есть все-таки еще надо плюсовое. Все-таки жопа длинная, у нее там, причем так не сильно видно, где она там будет. Так, подогрев сиденья, вентиляция бывает? Бывает, на кожаном салоне. А кожаным только в лаурин? Нет, может быть, стайл с вентиляцией и кожей. Можете даже спросить цены, Серега. 2 400. Хотя? Ну, это кожа и вентиляция все вместе, то есть вы получаете, вам не нужно отдельно покупать кожаный салон плюс вентиляцию. 2 400 и кожа, вентиляция, массаж? Массаж опция. Сколько еще? 200 долларов. 200? Да. Так это, наверное, поясница просто двигается, или прям по всей спине? Ну, спина. Ну, подожди. Без нижней части, спина, поясничный упор и верхний. То есть дополнительно, да? Вот еще здесь тоже массаж. За 200 долларов? Да. Только водительское сиденье. Слушай, это, наверное, самый дешевый массаж просто в автомобильной сфере. Не, ну дешевле, то как Ярик, который сидит в Матизе сзади и коленями. Коленями, да. Дешевле только в джим не будет. А, ну, да я боюсь, что даже в джим не будет дороже из бэушных компонентов от семерки. Не исключено, что с работой. Не, ну реально, я такого еще не слышал. 200 баксов массаж. Но только в кожаных сиденьях. Надо проверить. Скажи, а если я беру пакет за 2400, вот этот, в котором уже есть Алькантара, но хочу кожу. Нужно отказываться от пакета. Мы не можем предложить. Пакетные, ну, версии, это только пакеты. То есть изменить в ней ничего невозможно. Понятно. Слушай, Серега, а ну сядь. Как с твоим ростом будет? Ну, в смысле, Серега наш. Серега, какой рост? Метр 68. И что ты скажешь? Я еще двигаюсь. То есть ты можешь сказать, что медленные регулировки, да? Да. Механические лучше. Ой, это расскажи. Ну вот. Кто-то не видел у меня в Sportage, как меняется наклон сиденья. Ну, качать левую руку, сидеть минут пять. Смотри, нормально. Ну, ты там видишь вверх? Все, вижу. А подлокотник? По высоте можно поднять. Ну, все. Все, вылазь не сдал. Я просто хотел представить, что если у меня будет водитель небольшого роста, то как я буду сидеть сзади? И что самое прикольное, ну, это всегда было. Держи. Наклон спинки здесь изначально прикольный. Еще бы его можно было бы заваливать, было бы вообще кайф. Подстаканники без Simply Clever. Здесь есть Simply Clever решение. Это вот этот вот средний отсек. Что-то не тарахтело, а сзади ручечка? Да нет, это транспортировочная. Что-то какой-то подвох там есть. Но вообще это лючок, правильно? Та-дам. Ставить назад? Пусть будет, да. А сюда еще ручку можно запахать. Ну, блин, бизнес-седан уже. Ну, на самом деле, почему нет? Единственное, что я чуточку касаюсь головой, когда прыгаю. И вот так чуть-чуть касаюсь. То есть, сзади совсем комфортно будет до метр восемьдесят пять. Ну, а по ногам до трех приблизительно. Здесь есть обдук сзади, подогрев и климат может быть. А может, что-то загорится. Ярик кричал, что там вроде часы есть. Да, часы и температура наружу. Они правильно показывают? Нет, не правильно. Слава богу, я думал уже два часа. Подогрев. А климат может быть. Да, трехзонный. Покурить. Карманы. Ярик, что со звуком? Базовый звук для Superb. Это восемь динамиков. То есть, по четыре мидбаса в каждой из дверей. Плюс четыре твиттера. И он неплох. Я считаю, что он выше среднего. Где-то баллов на семь. Почему выше среднего? Потому что, я вот, насколько помню, в Mazda 6 было что-то в районе шести с половиной. И там тоже неплохой звук. Но здесь вот мне очень нравится глубина. Очень нравится ярко выраженная низкочастотная составляющая в звуке. И высокая детализация и разборчивость на высоких частотах. Да, есть провал посредине. Но, похоже, это так у всех сейчас. Ну, не знаю. Но. За 500 евро, всего лишь с доплатой 500 евро, вы можете взять аудиосистему Canton. Там будет 12 динамиков, из которых будет и сабвуфер, и центральный канал, плюс усилитель. И я думаю, что, учитывая то, что это всего лишь 500 евро, ну, сравнительно всего лишь, то брать Canton стоит, если вы хотите. Прям вот супер качественный звук. Я думаю, что он будет вплотную приближаться к звуку в Hyundai Granger, где было что-то в районе восьми с половиной баллов. Но для того, чтобы точно сказать, вам нужно все-таки ролик пересмотреть. Но я помню, что там звук мне очень понравился. И учитывая то, что базовый звук в Superb уже хорош, то, наверное, с Canton будет вообще все супер. Касательно мультимедийных возможностей. Ну, в общем-то, здесь стандартная для этого класса 5 баллов. Здесь есть поддержка Apple CarPlay, Android Auto, есть навигация, есть поддержка флаг ААЦ. К сожалению, всего лишь два USB-входа, и, к сожалению, нет беспроводной зарядки. Я думаю, что это все-таки недостаток уже на 2019 год. А вот эта вот система, которая передает в задние динамики с микрофона ваш голос, она, конечно, прикольно работает, но, правда, ты даже на передних сиденьях ее ощущаешь, и это очень странное ощущение у вас вызывает. Я не считаю, что это, конечно, хорошо. И вообще у меня большой вопрос, а не будет ли заводиться микрофон от того, что вы будете громко разговаривать или громко слушать музыку, потому что даже, ну, это же она в режиме реального времени работает, если вы громко включите, то есть, ну, в общем, не знаю, что получится из этого. В любом случае, 5 баллов за мультимедиа и 7 за звук – это отличная оценка. Все, я так понимаю, это не совсем тестовая тачка, да? Да. А когда будет уже полноценная, чтобы людям покататься? Планируем ближе к Новому году, скорее всего. То есть, ну, сейчас, если кто-то придет, ну, а если кто-то придет, вообще нельзя проехать. Ну, можно договориться. Или вот так же. Да, предварительно можно договориться. Лучше в выходной день, когда меньше движения. Меньше движения на дороге? Да. То есть, чтобы не рисковать? Да. То есть, мы сейчас будем рисковать? Мы сейчас рискуем, да. Это у нас что? Дизель 190 сил и коробка 381. Слушай, получается, я правильно понимаю, никаких больше этих сухих сцеплений, да? Да. Теперь все коробки у нас с мокрым сцеплением. Слушай, ну, блин. Тут вообще она едет и без вариантов. Сразу. Сразу сильно едет. По рулю же ничего не поменялось. Не, настройки те же все. А, слушай, а выбор вот этих режимов, это за доплату может быть? Драйву в целых, если мы берем Лоуреон Энклемент комплектацию, там уже она в базе. И она уже будет в базе с адаптированной, адаптивной подвеской. То есть, мы можем регулировать жесткость. Сколько стоит подвеска? А если для стайл, полторы тысячи долларов. Слушай, ну, единственное, вот она задумчивая внизу, но это надо перейти в спорт режим, да, соответственно? Ну да, она будет тогда обороты выше держать и будет. Сколько стайл? Полторы тысячи долларов? Полторы тысячи долларов, да. Стремно себе? Есть еще? Подхват бомба, но вот чтобы его заставить ехать, надо чуть-чуть продавить и подождать. То есть, вы ЛТП в действии, никуда не денешься. Видишь, вот когда поехал, уже надо настроить зеркала. Слушай, а ей не надо, блин, больше лошадей. Что ж там, 240 дизель едет? С полным приводом, типа, да? Ну да. Так, ну, что я скажу? Руль. Мог бы быть даже и мягче, ну, в смысле, что нормально по старте, приятно. Соответствует, скажем так, классу машины, которая все-таки должна, наверное, вести плавно. Ну, ощущение приятное. Двигатель, вот когда коробка все-таки сбрасывает передачу, очень приятно звучит для дизеля 4-цилиндрового. Очень приятно, я бы сказал. И очень приятно прет. Может быть, его можно чипануть еще чуть-чуть, да, чтобы он с места совсем рвал. Возможно, но здесь полный передний привод не дает весь потенциал раскрыть. Там, если по цифрам даже посмотреть, на переднем приводе развод 8 секунд, а на полном 7,7. То есть идет пробуксовка, и она не может уже... Нет, ну, на 3 разницы, это небольшая. Ну, если чипануть, все равно не будет отдачи. Это только уже в движении. Слушай, ну, опять же, коробка должна выдерживать. 381-я сейчас стоит в Гольфе R. Да. Сколько там сейчас? 310, да, все сил. Лошади, да. Все нормально. Все, она держит. По переключениям, ну, я не чувствую. Так это я еще и в спорт. Кстати, интересно, дизель зашумлен неплохо. Я обычно, знаешь, когда спорт режим включаю, потом... Потом он меня начинает раздражать. Вот когда DSG, да, это повышенные обороты. Сейчас я практически не слышу повышенных оборотов. Ну, тут разница, правда, где-то 200 оборотов. Но по звуку нет. Да и, в принципе, едет. На раз до три я нажимаю. Раз, два, три. Секунда. Ну, быстрее, чем новый Туарех, конечно, реагирует. Так, а в драйве? Раз, два, три. Да, практически так же. Да, практически. Реагирует так же, а вот обороты, соответственно, чтобы набрать, надо времени чуть-чуть больше. Но реакция вот что-то среднее между тем, как было всегда, и тем, что сейчас у трехлитровых V6 ваговских. То есть те думают с ZTEF гораздо дольше. Дают, скажем так, дают тебе возможность передумать. Может, ты случайно нажал. Подвеска, ну, слушай, окружную, конечно, сделали. Тут сложно что-то сказать. Ну, 17-й диск, что думаешь? Я думаю, здесь с 17-ми колесами будет все оптимально. И в плане рулежки, и по ямам попрыгать лежачий полицейский. Ну, вот наш конкурент едет, да? Только это американец, наверное, нет? Да, это американец. Биточек. Давай, как ты думаешь, Серега, где он сзади? Левая часть, задняя. Я думаю, я думаю, зад. Почему? Хотя нет, тут стоп-сигналы родные, все вроде стоит. Так, может, это он родной вообще, оригинал? Это маловероятно. ТСА. Так, ну, вот, видишь, ударенный взад. На трассе догнали недавно. А ты почти не увидишь, я выровнял. Но не красил еще бандер. Не красил. Слушай, ну, шум. Чуть-чуть слышу все-таки вибрацию мотора дизельного. И, может быть, это даже повод взять дешевле бензин. Бензин динамичнее, балзовый, правильно? Да. И по расходу там, ты прикидывал, с разницей в цене, сколько, 1800 разница, да? Между дизельным и бензином? Да. Полторы тысячи. Полторы. А правда на по цене? Ну, разница по расходу будет где-то порядка двух литров. Ну, то есть, еще и не так уж и быстро будешь окупать дизель. Слушай, ну, вот она так плавно едет. То есть, знаешь как, это не провоцирует на агрессию. И даже вот жопу она очень плавненько двигает. Даже, слушай, при том, что длинная, да, база, ее как-то закинуть почти нереально. Руль, потому что плавный, мягкий. Серега, ты там не выпадаешь с машины? Да, почти. Ну, а ты вообще сейчас едешь, тебе комфортно там? Да, вот так отлично. Ну, когда ты вот так вот туда... Нет, ну, и так же не должен нормальный водитель делать, понимаешь? Да. Слушай, я не знаю, к чему придраться. Мне все нравится. Единственное, что я слышу, вот это отгудение дизельное, которое у меня в машине есть, у 250-го. Это единственное, к чему я сейчас могу придраться. Ну, и высоковатая посадка. Это нижнее положение? Да, это самый низ. Ну, может быть, опять же, я привык в кроссоверах, знаешь, когда у меня запас вот здесь вот побольше есть. Вот, зеркала хоть и маленькие, в общем-то, все видно. О, динамика очень приятная. Все, заезжаем. Так, ну что, друзья, вы приблизительно поняли, что такое на сегодня суперб для Украины. И сейчас можем уже его объективно сравнивать с конкурентами и ответить на вопрос, все-таки, дорогой ли он или нет. Ну, насчет дорогой или нет, мы разобрали, что у нас теперь базовая комплектация стартовая для Украины уже не актива Ambition. И то, что у нас уже сразу машины идут с топовыми фактически. Ну, для кого-то это вообще недостижимый топ движками на 190 сил двухлитровый бензин или 190 сил двухлитровый дизель. Итак, главный конкурент, о котором все время говорим, это, конечно же, Passat. Если посмотреть на цены стартовые, то Passat, типа, чуть-чуть дороже. Старт с 33 тысяч на инфокаре, 33 тысяча где-то 100 долларов. Мы снимали, если помните, что почем о нем. И, да, там пакетные комплектации, интересно, есть много пригольных опций. Но, если сравнивать с Супербом, то нужно посмотреть на моторы. То есть, что предлагает Passat? Это уже старый, можно сказать, на сегодняшний день двигатель 1.8 на 180 сил. Это, если говорить о бензине. И тут уже будет семиступенчатая DSG. Если говорим о дизеле, то здесь тоже менее мощный, 150-сильный мотор и с коробкой DQ 250. То есть, если мы будем сравнивать со Skoda, чуть-чуть получается дешевле в некоторых комплектациях Passat. Но у Skoda больше лошадей, у Skoda более надежная, ну, существенно надежнее коробка DQ 381. Ну, и все остальное, что вы сейчас видели. То есть, нельзя сказать, что Passat дешевле. Skoda, если, конечно, сейчас не перебирать там каждую опцию, не плюсовать, возможно, здесь будет что-то, чего нету в Passat или наоборот. Но, в общем, в среднем они приблизительно на одном уровне, хотя Passat чуть-чуть отстает по технике, по коробкам и моторам. Так, дальше у нас идет, конечно же, наверное, главный конкурент это Camry. И Camry на старте кажется дешевле. 30 тысяч за версию Comfort, уже с полноценным автоматом, но с мотором 2.5. И если говорить о комфортности подвески, если говорить о каком-то статусе, то да, это неплохой конкурент. Но только в том случае, если для вас не важен ни динамика, ни управляемость, ни какие-то вот тактильные ощущения от всего этого. Хотя Camry, конечно, тоже улучшилась в последнем поколении, но до немецких машин ей все еще далеко. Поэтому, если сравнивать базовые версии, то есть, ну, не базовые, стартовые, Comfort и Elegance за 30-32 тысячи, да, они чуть-чуть дешевле. Но, в моем понимании, им как бы с Superb сложно конкурировать ввиду всего вышеперечисленного. Если не считать того, что в Camry все-таки можно поставить ваше любимое ГБО и наслаждаться вообще просто сумасшедшей динамикой. Если говорить о топовых версиях, то, конечно, тут Camry вне конкуренции, потому что в премиуме, да, там уже все-все есть на втором ряду. Регулируются спинки, какие-то пульты и так далее. Машина по-прежнему никуда не едет с мотором 2.5, но как бизнес-седан для езды неспешной с водителем, она, конечно, остается очень и очень. В моем понимании, куда интереснее, как конкурент среди японцев, это Mazda 6. Потому что Mazda 6 реально там стартует с 26-26 500. Ну и как бы из таких главных отличий, понятно, управляемость это что-то среднее между Camry и Superb. По динамике она, несмотря на заявленные лошади, как мы убедились в тесте, ближе к Camry. Но, по крайней мере, там уже внутри есть что-то похожее на то, что предлагают немцы по ощущениям, по комфорту, по тактиль, скажем так, по материалам салона. То есть нет уже той тойотовской кирзы, что-то чуть-чуть другое. Конечно же, нельзя не вспомнить Insignia, которая тоже появилась недавно, как я уже сказал. Но с Insignia, несмотря на то, что старт с 27 у нас фактически, речь идет в этом случае о моторе 1.5 на 165 лошадей. И то есть, да, если вы хотите исходить из экономии, то это вариант. Но если приближаться к супербовским моторам сегодняшним, которые в Украину завозятся, то здесь уже можем говорить о дизеле 2-литровом на 170 сил у Insignia. И цена там уже 36-800. Еще и в комплектации Innovation это база. То есть она уже выходит за рамки. Ну и Ford Mondeo, который то продается, то нет. Но сейчас вроде как все-таки продается. Старт 28 с мотором 1.5 литра на 165 сил. Это немножко, конечно. И здесь будет, правда, автомат. Если приближаться, опять же, по характеристикам к супербу, уже есть смысл смотреть мотор Eco Blue 2-литровый на 190 сил уже с автоматом. Но цена 42. То есть, что у нас получается в итоге? Да, суперб новый. Вылез, ну как бы, с стартовых цен в сегменте. Но если вы хотите хороший мотор, если вы хотите сразу неплохую комплектацию, тогда вы начинаете сравнивать и понимаете, что суперб вроде и не дороже. Не дороже совсем. Если нужна дешевая машина. Серега, сколько у тебя есть супербу старых с 1.8? На складах порядка 30 машин. Но они не такие уж и дешевые. По 32. По 30. По 30? По 30 можно взять, да. Ну вот, как вариант. И сейчас переходим к вопросам от подписчиков. Чем все-таки суперб лучше Passat? Ну, прежде всего... Если лучше. Может быть, ты скажешь, что нет? То, что мы обсудили, это моторы. То есть, на данный момент мы имеем на эти машины более современные, более мощные моторы. Так, ну это сказал уже. Было? Размеры. То есть, увеличенный второй ряд. Да. Бонусом. Ну и плюс больше клиренс все-таки у наших машин. Передний бампер не так сильно свисает, как у Passat. И багажник. И багажник. По комплектации что-то есть отличие от таких принципов? Ну, мы одинаковые машины можем получить при наборе опций. Если вы хотите собрать суперб хорошей комплектации, ну и Passat здесь. Так, еще. Кстати, в этот раз у нас достаточно много интересных вопросов. Не стесняйтесь их задавать. Меньше всяких глупостей пишите. Больше что-то интересного. И будут у нас выпуски еще длиннее. Итак, есть ли дистанционный запуск двигателя? То, что мы не обсудили еще. Нет. Нет. Вебаста. Вебаста, скорее всего, будет доступна со следующего года. Но будет и с дизелем. С дизелем. И дизель, и бензин должны быть доступны. С бензином тоже. Да. Появится ли беспроводный CarPlay? Вообще беспроводный CarPlay появится на iViv. Ну, первая машина, которая там в комплектации с Superb. А в будущем планируется, по-моему, с 25-й недели 2020 года. Он появится как отдельная опция или вместе с какой-то головой? Новая голова пойдет. Это будет третьего поколения Miip. И там уже будет беспроводный CarPlay. Ярик, а мы уже видели где-то, да? В Скале. В Скале. Да, они уже там есть. В Скале или в Скале? Не знаю, кому как удобно, наверное. Я так еще не слышал. Пишут, что случилось и почему некоторые модели нельзя заказывать до октября? Есть проблема с заказом сейчас бензиновых моторов. Это для Superb или для всех? Только для Superb. Они перенеслись просто на следующий год. Какие-то есть там причины? Может, какой-то там опять скандал? Нет, никаких причин нет. Я думаю, это просто вопрос квоты, запланированный на год. И мы продавали дорестайлинговые машины с этими моторами без проблем. Ну и следующие пойдут только со следующего года. Просто и все. Тут вопрос времени месяц. Почему к нам не поставляется версия Sportline? Sportline и Scout вообще планируется поставлять. Информация предварительная уже есть. И на 45-й неделе вообще планируется старт производства. 45-я неделя это примерно ноябрь месяц. Старт производства в Украине? В Европе. Ну и следовательно через где-то месяц у нас. То есть и Sportline и Scout у нас тоже будут так же собрать? Ну вообще импортер планирует поставку этих автомобилей. Стоит подождать, если что. Но ценник будет сильно выше? Пока мы не знаем. Информации это нет вообще. Ну, пожалуй, на этом будем заканчивать. С Супербом разобрались, с Серегой тоже разобрались. Серега снова участвует в рейтинге менеджеров уже 10-го юбилейного сезона. Мы ему желаем удачи, больших продаж. Что-то она не стирается. Надо тереть, надо убрать. Надо тереть? Думаешь? Да, да, да. Это что, эта машина, я думаю, что ее должен даже дороже купить. Ну, возможно. Как-то она вообще не стирается. Короче говоря, от вас мы ждем комментарии относительно нового формата. Пожелания еще относительно того, что добавить. И мы вас ждем на следующей выпуске. Следующий, что, почем у нас будет, какой и где. У нас запланирован Prada 4-х литровый. А может быть и нет. У нас запланирован Cherry Tiggo 3 и даже Cherry Tiggo 8. И еще куча апелей надо перепроверить. В общем, следите за Инстаграмом, за Фейсбуком. И ждем вас в следующем автосалоне. Серега, больших продаж. Спасибо. Все стерлось. Ну, и мы не могли удержаться, чтобы не проверить, как работает. Не будет ли, в общем, заводиться микрофон? Музыку погромче. И вот это вот усиление голоса назад тоже на максимум. Музыка не докладывается, но голос, ты слышишь? Когда музыка, голос как будто пропадает. Да, да, пропадает. В общем, там стоит система фильтрации голоса, видимо, по какому-то спектральному. Поэтому, в общем, неважно. Чехи об этом подумали, поэтому с музыкой все хорошо. Микрофон не заводится.